привет меня зовут эт и я продолжаю свою обширную серию помощи нашему желудку а именно это будут различные рецепты при гастроболях желудке при гастрите как с пониженной кислотностью с повышенной кислотностью и универсальные рецепты поэтому смотрите мои различные рецепты из этой серии и выбирайте для себя два-три рецепта с которыми вы будете работать все ссылки новые будут прибавляться смотрите за обновлениями видео также кто досмотрит видео до конца увидит в конце 4 активных окна нажав на любое из этих окон вы сразу перейдете на следующий рецепт из этой серии а рецепт на сегодня такой нам потребуется сделать сложный сбор ну не совсем сложный он будет состоять из пяти шести элементов и так нам необходим будет такие травы и корни значит листья подорожника дальше цветы ромашки календула лекарственная дальше листья мяты трава зверобоя корни одуванчика и корни аира болотного вот так это все выглядит собираем все эти компоненты и теперь нам надо тщательно перемешать чтобы пропорции были максимально идеальные желательно чтобы каждая трава каждый корень был одного размера если это цветы большие например календулы или ромашки желательно осторожно их перемолоть на грубую такую фракцию ну на конфигмолки например так же само поступить с другими компонентами если они имеют разную структуру например есть трава которая уже помелена вы купили ее в аптеке а например возможно календула будет идти цельными цветками поэтому желательно чтобы все было равномерно измельчено только сильно не надо ничего молоть все должно быть не не более там где-то но вот такого вот размера желательно желательно чтобы было всего одного размера берем мерный стаканчик любой но я просто показываю это будут у нас части то есть мерные стаканчики могут быть разные мы должны сделать просто правильный сбор берем мерный стаканчик и хорошую такую чистую желательно эмалированную мыску значит всех компонентов берем по одной части то есть по одному мерному стакану кроме листьев подорожника его берем две части то есть два мерных стакана зачерпываем наши все элементы в той пропорции что я сказал и сгружаем осторожно в широкую эмалированную мыску чтобы мы могли хорошо и равномерно все перемешать и перемешиваем наш сбор готов мы все замешали у нас довольно большое количество готовим например трехлитровую банку чтобы наш сбор туда пересыпать желательно хранить это все именно в стеклянной банке в крайнем случае можно хранить не в полиэтиленом а в бумажном пакете только бумага должна быть как в супермаркете серая там или какая-то белая даже бумага никаких газет нельзя использовать в общем перегружаем наш на сбор уже посуду и мы можем уже пользоваться как правильно работать с данным составом первое данный состав рекомендуется при гастрите с пониженной кислотностью также он хорошо подойдет если сочетается и гастрит и язвенная болезнь в сочетании конечно же с другими рецептами с другими народными и аптечными компонентами и так берем берем одну столовую ложку без горки и засыпаем в кастрюльку наливаем 300 миллилитров воды можно чуть чуть больше там 320 ну вот в большой чашки вот такой вот здесь как раз 300 миллилитров берем наливаем в кастрюльку 300 миллилитров и одну столовую ложку нашего сбора заливаем чистой водой не используйте воду из-под крана там много солей мертвых и так далее вы будете просто зашлаковывать свой организм вода должна быть фильтрованная желательно хорошими фильтрами это или обратный осмос или вы покупаете данную воду в пунктах до очистки воды где стоят промышленные фильтры значит наливаем 300 миллилитров доводим до кипения и кипятим осторожно не переворачивая ничего ничего не пулька кипятим ровно три минуты потом накрываем и все это настаиваем настаиваем желательно не менее одного часа все после этого фильтруем раствор это наша доза на один день делим ее на три части и до еды три раза в день желательно минут за 40 выпиваем где-то по 100 миллилитров то есть разделили наши 300 миллилитров на три части по 100 миллилитров до еды за 40 минут каждый день пьем 30 дней без перерывов без ничего после того как вы выпили через 40 минут по своей диете кушаем ничего при язве и при гастрите не надо ничего кушать жирного копченого и так далее вы же все это знаете соблюдаем соответствующую диету и пьем данный состав можно работать с другими рецептами желательно работать например со сбором дальше работать с каким-то аптечным препаратом дальше работать с каким-то соком при пониженной кислотности в таком сочетании ваш гастрит быстро будет сходить на нет также обязательно при гастрите обследуйтесь на бактерию хеликобактер пилори особенно если у вас постоянно гастрит в течение года возобновляется при том возобновляется неожиданно и конечно же если у вас эрозийный гастрит вот такой прекрасный рецепт для вас я сегодня и победил кстати если необходимо дальше продолжать лечение желательно поменять сбор и дальше работать для того чтобы полностью свести на нет завести в стадию ремиссии ваш гастрит спасибо за внимание с вами сегодня был это будьте здоровы до встречи на моем канале завтра пока подписывайтесь ставьте лайки задавайте вопросы отвечу каждому до встречи на моем канале всем всем удачи и мир вашему дому